Приветствую вас. Вы знаете, если человек начинает игнорировать другое после мелкой обиды, как вы вот пишете, это означает, что он искал повод для того, чтобы с вами перестать общаться. Конечно, тут можно и в некоторых случаях даже нужно выяснять, что есть мелкая обида, потому что понятие мелкая обида, то есть незначительная, но для каждого человека своя, и кто-то может одно и то же обстоятельство воспринимать как мелкую обиду, так и крупную обиду. То есть, если это ваше восприятие обиды как мелкой, то желательно бы все-таки понимать, что для мужчины это может быть что-то более серьезное, и даже если вы считаете это смешным, глупым и так далее, то, ну, как минимум, если у вас к этому мужчине есть чувства, то постарайтесь уважать его восприятие. Тем не менее, давайте попробуем исследоваться с того, что обида действительно была мелкая, и поведение, реакция на нее явно не соразмерно к причине конфликта. В этой ситуации понятно, что мужчина, в первую очередь, либо очень горд, настолько горд, что, ну, что для него невозможно начать с вами вообще после того, как вы как-то его задели, и совершенно очевидно, что гордость у него сильнее желания с вами быть. Говоря о том, что он порвал с вами отношения, нужно отметить так, что вероятность всего для него есть некий идеальный сценарий, идеальный вариант развития событий, при котором человек стал бы принимать от вас ваши неоднократные извинения и просьбы вернуться. И вот в этой ситуации мужчина как бы созволит вас простить, и отношения могут продолжиться. То, что делает он сейчас, это попытка привязать вас к себе, попытка сделать вас зависимым. По сути, это манипуляция, осознанная или неосознанная, тут мысль два, манипуляция. И если вы сейчас будете добиваться этого мужчины, несмотря ни на что, продолжать проявлять к нему знаки внимания, стараться как-то наладить диалог, то в следующий раз, если возникнет очередная мелкая обида, а она возникнет, потому что такова жизнь. Мужчина применит тот же самый алгоритм поведения. И в итоге, даже если он будет виноват, мужчина, то вы все равно будете вынуждены идти на примирение первой. Потому что он-то вас игнорирует и никак не отвечает. И получается так, что вам в первую очередь нужно наладить с ним отношения. Поэтому однозначно говорить о том, что это означает разрыв отношений нельзя. Означает это то, что мужчина набивает себе цену и хочет казаться таким очень ранимым, немного идеализированным человеком, которого нельзя обижать. И также он этим поведением показывает невозможность построения конструктивного общения, конструктивного диалога. И также он этим показывает несколько эгоистичные отношения к себе. Потому что человек, который игнорирует другого, он как бы зацикливается на себе и жалеет себя. То есть он ведет себя как обиденный. Но если женщина ведет себя так, это нормально для женщины, так как она более эмоциональна, чем мужчин. И отдают больше предпочтения эмоциональности, нежели чем мужчин. А вот для мужчин такое поведение означает проявление эгоизма. И проявление эгоизма, это очень опасно для вас, потому что, ну, если вы не находитесь в брачных отношениях, то есть не являетесь друг для друга мужем или иной, то в добрачных отношениях такое поведение уже показательно. А в браке, если вы планируете его создать, подобное еще более усилится и будет лишь активнее влиять на ваши отношения. На деле, такой мужчина в действительности, то он к вам примятан. Он не хотел бы, чтобы вы уходили от него, он не хотел бы, чтобы ваши отношения прерывались, потому что в глубине души такой человек понимает, что, ну, вот поведение, которое он демонстрирует, ну, терпеть будет далеко не каждый женщин. Потому что, ну, это обычно мужчины думают, что ему сказать, как поступить. Он вымеряет, вот, свой поступок. А женщина в силу, опять-таки, эмоциональности, она может даже не отдавать себе отчету в том, что она говорит. И если мужчина вот так будет обещаться, то понятно, что такие отношения приводятся в вас. И мужчина, конечно же, не хочет в глубине души с вами рвать, но хочет, чтобы вы вели себя так, как ему угодно, так, как ему удобно, так, как он считает правильно. И, соответственно, будущие отношения зависят от вас. Если вы будете продолжать, как бы, добиваться его внимания, добиваться его прощения, то он, конечно, вас простит. Но будет использовать подобный образ поведения, как средство для решения конфликтов, наиболее биболее для себя. Если вы решите не извиняться или один раз извинитесь, перестанете его добиваться, то вы не поставите мужчину перед выбором. Либо он наступает на свою гордость, начинает на состоянии как-то проявлять к вам интерес, потому что рискует вас потерять. Либо он остается при своем и остается один. И что из этого выбора, а какое решение принять, только вам следует делать выбор, только вам следует решать, только вам следует принимать решение. Потому что на вас конкретные советы в этой ситуации и в любой другой непрофессионал. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока. Желаю вам всего доброго и удачи.